Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по вашей просьбе мы свяжем нимфу, которая имитирует веснянку, как шутит мой друг в лувровском варианте, то есть немножко приближённое к реалистичным. Как вы видите, я изготовил вот такое тело, используя два разных свинца по диаметру, для того, чтобы выразить тело и вот так грудку. Из лески изготовили глазки, закрепили передние усы из биотов, вот таких крашеных. Если их нет, то возможно спокойно использовать, как я уже неоднократно показывал, использовать перышки охотничьего фазана, изготовить хвостик. Давайте дальше продолжим. Значит, что нам сейчас необходимо? Нам необходимо с вами изготовить заднюю часть, но почему я по вашей просьбе решил изготавливать именно его фильмом, а не отвечать вам на вопросы. Есть в продаже вот такой хендесовский разный материал. Если у вас по каким-либо причинам нет возможности вот приобрести такого оттенка, как я уже говорил, я с превеликим удовольствием использую вот такой полиэтилен упаковочный. Нам теперь необходимо с вами закрепить, но для начала, чтобы более качественно у нас выглядел хвостик, хвостовые придатки, я слегка вот так обрезаю ее, чтобы было несколько удлиненное, удлиненный мой вот такой срез. И стараюсь закрепить уже ниткой не там, где крепится материал обычно, а вот там, где мы будем с вами крепить церки, хвостовые придатки нашей нимфы. Стараемся очень-очень качественно, так, чтобы мы могли не повредить в дальнейшем наш с вами хвостик нимфы. Вот, как вы видите, и мы спокойненько можем потом потянуть его. Это будет верхний чехлик, тот, который будет у нас имитировать уже хвостовые придатки, вернее, спинку нашей нимфы. Значит, как всегда, я уже неоднократно вам показывал и рассказывал, я использую вот такой клей, друзья мои. Это не реклама, пожалуйста, вы можете использовать любой секундный клей, который достаточно быстро и качественно будет крепить ваш материал. Нить я пока использую темную, потому что в данный момент это не является столь важным и принципиальным, так как мы потом перейдем с вами к более светлым материалам и будем изготавливать их светлой ниткой. Значит, сейчас для того, чтобы, как я уже вам неоднократно в своих фильмах рассказывал, мы могли более качественно развести наши хвостовые придатки, я взял совсем вот небольшой кусочек меха, шерсти вернее, из вот таких вот у меня есть клубочки для рукоделия, это ангора. Почему я взял именно этот материал? Он достаточно тонкий и не дает мне скомканности той, которая, допустим, наблюдается в других материалах. Очень качественный, тонкий, хороший материал. И здесь мы, где закрепили нашу ниточку, вернее, нашу резинку, мы должны с вами изготовить вот такой хвостик, вернее, шарик. Удаляем теперь все остатки нашего меха, шерсти, и подготавливаем парочку биотов. Значит, я, как обычно, стараюсь их вначале подровнять, а потом только лишь отламываю. Но мы будем изготавливать сейчас с вами, так как вы говорили неоднократно, вот вы оторвали, он у вас один там длиннее, другой короче. Вот мы взяли, оторвали с вами два биота. Как вы видите, он имеет выгнутую сторону. Я обычно всегда стараюсь выгнутой стороной укладывать кверху. Подхватили, посмотрели величину. Ну, хвостовые придатки, друзья мои, подберете для себя сами, они должны быть явно выраженными. И теперь вот так мы крест-накрест, стараясь не нарушить положение, что мы уже закрепили. Если по каким-либо причинам вот вам необходимо подтянуть, неудобно, допустим, подобраться руками, я обычно беру пиродержатель и пиродержателем уже подтаскиваю. Проверим их величину. Все нас устраивает. Длина и первой, и второй нашего хвостика. Удерживаем, чтобы нитка не утянула. Как вы видите, они должны принять вот такое положение. И вот теперь уже после этого мы должны с вами аккуратно проматывая, наехать на наш шарик. Следим за тем, чтобы наши биоты никуда не убежали. Закрепили. Почему я так вам показываю? Потому что в дальнейшем мы должны с вами вот эту резинку, у которого мы будем изготавливать чехлик, вот так переломить и потом сверху накрыть наше тело. И теперь для того, чтобы уже не на лишний раз не отрезать, я их вот так подхватываю, потому что мы все равно будем с вами изготавливать тело. Так как нитка эта тонкая, я ею желательно закрепить все те материалы, которые нам необходимы. Для сегментирования нашего тела можно использовать вот леску, как я обычно использую. Если у вас по каким-либо причинам, допустим, лески нет, возьмите проволоку, любую медную, какая у вас будет, допустим, в наличии. Но, как всегда, для красоты я добавлю немножечко вот нашего голографического люрекса. закрепили, промотали, оставили. И теперь также закрепим нашу леску, и мы теперь можем уже переходить к формированию нашего тела. Значит, у этой нимфы мы с вами будем изготавливать тело немножечко по хитрому. в каком смысле. Значит, в качестве жаберок, которые наблюдаются у нашей нимфы, я буду использовать вот такие перышки, которые наблюдаются в скальпах петушиных возле больших перьев. Значит, нам необходимо с вами слегка очистить вот ту часть, которая у нас, допустим, будет крепиться. Как вы видите, вот она выглядит вот так крючочком, для нас это даже вполне достаточно хорошо для крепления. Здесь же, в этом месте мы начинаем крепить. Подхватили по всей длине. Годится. Теперь я беру, делаю завершающий узел и поменяем с вами нить. Значит, нить я буду использовать белого цвета, но достаточно толстую. по вашей просьбе я следующие фильмы начну из серии фильмов «Начнем с нуля». Там мы с вами будем рассматривать уже более подробно все нитки. Это вот та, которую мы распускаем, используя наши бобины для прошутки обуви. Закрепили сильно не стараемся стараемся не нагромождать материал, но и в то же время соблюдая аккуратность. Что нам необходимо? Вот нам необходимо вот этой нашей вспомогательной ниткой, которая у нас имеется, изготовить качественное и красивое тело вот буквально до середины грудки. давайте изготовим и потом продолжим. Вот как вы видите, друзья, мы с вами подготовили такое тело. Теперь мы берем наше перышко, очень аккуратненько стараемся убрать те оборотки, которые нам в дальнейшем не понадобятся. Удерживаем и крепим его вот так сверху. Переламываем, чтобы более качественно был замок. и теперь только остатки удаляем. Убрали. Теперь нашим люрексом, но опять же используя нашу любимую щетку, один из инструментов, поправляем вот так волоски, так как мы с вами изготавливали уже неоднократно бокоплаву. так как брюшко у нимфы должно быть светлое, а спинка как обычно вы в курсе всегда темненькая. Следим за тем, чтобы наше перо мы не тянули люрексом. И у нас получается достаточное количество. Естественно, если у вас по каким-либо причинам будет много, можно спокойно лишнее потом все убрать, подрезать, так как вам будет удобно. Как вы видите, достаточно симпатичное и хорошее получается тело. Движемся, доходим до места крепления, здесь уже делаем один полный оборот нашим люрексом. И теперь остается нам только лишь закрепить материал и ударить остатки. Как всегда, не ленитесь, добавьте на место крепления капельку клея, так как мы в дальнейшем будем здесь очень много крепить еще материалов. перо, которое нехорошо топоршится, мы пока не отрезаем. Значит, теперь аккуратно, насколько нам позволяет наши условия, стараемся натянуть нашу резиночку и уложить вот так сверху. И теперь там, где мы нанесли с вами клей на место крепления аккуратненько производим крепления. Значит, чтобы вам в дальнейшем это не мешало, можно, допустим, отрезать. Но я, используя вот эту же резинку, буду изготавливать придатки на моих, моей нимфы. Опять берем в работу наш, нашу щетку и теперь уже стараемся как можно аккуратней, также следим за тем, чтобы мы не утянули нашу резинку. Перо у нас уже хорошо закреплено. И начинаем теперь уже продавливать хорошо наш материал. Какое количество сегментов, друзья мои, это вы уже подберете для себя сами. Это уже не так принципиально. И дошли до места крепления нашей будущей грудки, сделали один полный оборот. И теперь уже можем окончательно закрепить нашим клеем и ниткой. и теперь мы леску удаляем. Я закрепил вот такое вот перышко, которое действительно из подушки, из которого мы потом в дальнейшем будем изготавливать с вами ножки. И как вы видите, я, чтобы не тратить время, надломил и сделал первый сегмент нашего крылышка, который будет у нимфы. Оставляем здесь. Теперь что нам необходимо? Нам необходимо теперь вот с помощью, используя вот это перо, которое у нас имеется, скажу сразу, желательно, чтобы оно было достаточно крепкое, но в то же время бородки были не сильно толстыми, потому что потом неудобно будет изготавливать на ножки. Теперь мы берем, как я уже неоднократно показывал, можете использовать ваксу, можете использовать вот у меня имеется церковная свечка, или же, как я уже неоднократно вам рассказывал в фильмах, возьмите, договоритесь, купите немножко ващины, но выбирайте самую-самую мягкую. Любой материал, который вы используете, для ваксы. Значит, нить я использую пока все ту же несколько темную, она не совсем подходит по цвету, но под нашим дабингом она не сильно будет видна. Промажем слегка нашу нить. Я теперь возьму небольшую порцию, вот совсем немножечко дабинга в руки и постараемся как можно меньше, чтобы не было скомканности нанести его на нить. Совсем-совсем только лишь, чтобы обозначить. Желательно, конечно, подобрать дабинг, чтобы был как можно мельче. В этом случае, как спрашивал мой друг Алексей, его мех кроликов очень даже уместен. вот приблизительно должна выйти вот такая у нас тоненькая дабинговая нить. И теперь я вот в этом месте закрепил, обозначил уже то место, где у меня будет формироваться моя грудка. Я не буду изготавливать, допустим, два или три или четыре там сегмента, кто сколько у веснянки изготавливает. Мы изготовим только лишь один небольшой сегмент крыла. Еще. То есть будет два сегмента. Промотали, закрепили. Теперь мы берем, переламываем обратно нашу пленочку и до места, которое мы оставили до крепления нашего пера, я ее переламываю. Переломили. Образовался небольшой вот такой у нас горбик. и теперь я здесь же беру обратно переламываю и мы сформируем с вами вторую часть нашего крылышка. Второе крыло. Мы с вами вот как вы видите уже переломили и изготовили зачатки вторых крылышек и теперь переходим к самому такому ответственному моменту, который требует аккуратности и внимательности. Мы опять берем, наносим с вами клей, ваксу, что у вас есть, на нить. Не делайте ее длинной, достаточно сантиметров 10-12, чтобы было удобно работать. и так же как первый раз, что я вам показывал, берем и совсем-совсем вот понемножечку начинаем наносить даббинг на нашу нить. Так, чтобы прикрыть только лишь саму нить и в то же время, чтобы не было у нас скомканности материалов. Для чего нам нужна она вот такая тоненькая? мы сейчас с вами будем формировать лапки, чтобы не делать 10 раз одну и ту же работу. Я обычно немножко для вас усложнил, и мы должны с вами, вот смотрите, я взял первую пару, которые буду формировать лапок от нашего пера, отщепил и закрепил их сзади. слева и также, друзья мои, мы берем с правой стороны. Потом мы будем работать с вами с лаком, вот должна выйти приблизительно вот такая у нас конструкция. Опять берем определенную порцию, если они будут несколько у нас там жирнее, это не так важно. Берем вторую порцию, наших лапок подхватили. Не забываем подкручивать нашу нить, чтобы дабинг не распускался. Вот, вторую порцию слева, немножко нудновато, но зато будет у нас красивая, как я говорю, лувровская нимфа. можно положить сверху, мы уже изготавливали неоднократно в таком варианте, но вот в этом варианте у нас более она выходит реалистичная за счет того, что мы с вами, друзья, более качественно с вами заготовим наши лапки. Вот вышли две вот такие пары лапок. Ну, в дальнейшем давайте мы изготовим еще одну пару лапок, накроем чехликом и уже остановимся в моменте изготовления наших лапок. Вот, друзья мои, я специально остановился, дабы не завершать. У вас должна выйти вот такая конструкция с нашими заготовками для лапок. И теперь нам остается только лишь подтянуть нашу в пределах разумного пленочку. Хотите, можете сделать более головастой, значит, перевести в район глазок. Это уже как вам будет удобно. И теперь остается только лишь удалить все остатки и перейти к изготовлению лапок. Как мы уже с вами неоднократно это все изготавливали, значит, можно с помощью перодержателя. Но у меня для этих целей имеется, вот я изготавливаю глазки и все, допустим, что такое мелкое. Берем, слегка вот так наклоняем уже который в лаке наши лапки, как вы видите. И у нас формируются вот такие красивые лапки. Сформируем их, ну и уже потом посмотрим на готовое наше изделие. Вот, друзья мои, мы с вами закончили очередную нимфу, которая обладает хорошей реалистичностью и в то же время достаточно хорошо ловит рыбу. Скажу вам сразу, очень много замечаний и советов мне по поводу длины вот моих лапок. Выбирайте ее сами для своих рыбалок. Я уже неоднократно вам отвечал. Учитывая то, что я не ловлю на речках, а в основном ловлю на прудах или вяло текущих реках, то такая величина лапок не влияет ни на игру, ни на что моей нимфы. Поэтому вы для себя уже выберите сами, какая вам нужна длина. Ну и понятное дело, я слегка подкрасил коричневым чехлик, капнул капельку лака в районе формирования головки, и вот такая наша лувровская нимфа, как ее Александр окрестил, готова к работе. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! Продолжение следует...